Очень я люблю начинать люмпеншоу историями про драки и конфликты. Самый громкий конфликт этой недели, это, конечно же, история между губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским и журналистом Радио Свобода Андрушко. Хотя знающие люди утверждают, что Андрушко просто оказался заложником ситуации и попал под горячую руку, а должно было прилететь по полной программе депутату и бывшему журналисту Сергею Лещенко. О чем конфликт? О бизнесе. Рассказывать, кто там прав и кто виноват абсолютно бессмысленно, потому что мы не видели ни одного документа, а речь идет о нефтяной компании, поэтому вряд ли и увидим эти документы. Но вот сам скандал случился из-за того, что Коломойский, ну то есть как скандал, там не скандал, это был вообще не скандал, просто в ответ на вопрос губернатор матом и гонором начал вбивать журналистов в землю. В сети полным-полно видео с этой встречи, поэтому мы покажем вам только наш вариант, а остальные варианты вы, если захотите, посмотрите сами в сети. Радио Свобода. Скажи, пожалуйста, что может быть глава областной администрации в ночи? С тобой хочет увидеться. Другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свобода. Увел ее из клуба, теперь пора спешить. В багажнике прохладно, прошу меня простить. Джигит украл тебя, это причина веская. Слышь? Что ты замолчал, а? Где твой пи***ц этот лещинка? Ты решила идти по краю, непослушная ты совсем, и как будто со мной играет. Что ты замолчал, а? Я не боковская проститута. Губернатора, конечно же, наказали за такое поведение и пожурили очень сильно. Депутаты Лещенко и Наем потребовали его увольнения с поста губернатора. Министр информации Юрий Стэц топнул ногой и сказал, что журналистов защитят. А президент Украины вынес Коломойскому выговор. Ужасно. Один из самых богатых людей Украины получил выговор от самого президента. Это знаете, что означает? Это означает, что в будущем он вряд ли сможет устроиться работать на хорошую работу. И вряд ли сможет получать хорошую зарплату. Это люмпель шоу, ребят. На втором месте скандал с пропажей священного для каждого украинца артефакта. Секретарь Комитета Верховного Совета Украины по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, некий Дмитрий Добродомов, обратился в Генеральную прокуратуру с запросом, в котором попросил сообщить ему, где в данный момент находится золотой батон. Тот самый золотой батон из Межигория, который лежал на столе у Януковича. В Генпрокуратуре Добродомову ответили коротко. Не знаем. То есть батон пропал. Исчез. Так как сам он испариться не мог, то логично предположить, что его украли. Это, конечно, только в Украине возможно. Сначала показали, как крал Янукович, конфисковали у него краденое, отнесли в прокуратуру и там украли еще раз. Ребята, если вдруг вам придется попасть в прокуратуру, не дай бог, не берите с собой ценные вещи. Украдут. В одном из прошлых выпусков «Люмпельшоу» мы вывели на чистую воду одного инопланетянина. Я напомню эту историю. Мы обнаружили, что один из министров правительства Яценюка имеет внеземное происхождение. Прямо сейчас, ребята, я хочу познакомить вас с украинским министром из новеньких. Это Игорь Шевченко, министр экологии. У этого парня есть хобби, он ездит по миру и фотографируется со звездами. Пинг, Иоанн Павел II, Брэнсон, Коэльо, Ван Дамм, Саакашвили и куча других авторитетных людей из мира моды, бизнеса и религии. Отличный парень, со всеми дружит. Закончил Гарвард и Ель, как он говорит. Но мы тут присмотрелись и обнаружили, что он реально инопланетянин. Настоящий, ребята. Со всех его фотографий мы собрали его лица и заметили одну впечатляющую деталь. У этого человека всегда одно и то же выражение лица, и оно никогда ни на секунду не меняется. Ребята, оказалось, что министр экологии Шевченко не просто инопланетянин, а инопланетянин древесного происхождения, как Грут из известного фильма. И это очень легко доказать. Министерство экологии и природных ресурсов Украины проводит акцию «Обними дерево». По словам министра, деревья, как и люди, любят, когда их обнимают. Далее министр на своем сайте написал целую инструкцию, как правильно обнимать дерево. По пунктам. Первое. Придите в лес. Ну, логично. Второе. Ощутите разные структуры коры пальцами ваших рук. Пальцами чужих рук не считается. Третье. Почувствуйте запах разных деревьев. Четвертое. Посмотрите вверх на ветвящиеся ветви и вберите в себя их энергию. Шестое. То есть, должно быть пятый пункт, должен быть пятый пункт, но, видимо, от восторга он пропущен. Сразу шестой. Найдите классное дерево, которое отвечает вашему настроению. Вы сами узнаете, какое именно дерево именно для вас. И последнее. Обнимите дерево своими руками, мягко прижимая вашу щеку к стволу, так, чтобы не поцарапать лицо. Сдавите сильно. Вдохните глубоко. Станьте одним целым с вашим деревом. Мне интересно, почему здесь нет пункта о том, что мне делать, если я вдруг обнаружу в дереве дупло. Серьезно. После такой инструкции реально не остается ничего другого, кроме как одрючить как следует эту развратную елочку. Вдогонку помощник министра экологии у себя в фейсбуке написал, что после обнимания деревьев можно будет обнять кого-то из советников министра. И может быть даже самого министра. Ребята, а вдруг во время обнимания я найду в них то дупло, которое я не нашел в дереве. В гостях «Люнкеншоу» сегодня депутат шестого и седьмого созыва Верховной Рады и глава наблюдательного совета Института правовой политики и социальной защиты Ирина Бережная. Здравствуйте. Здравствуйте. Я честно вам скажу, и потом в будущем вы увидите, что я говорил правду. Я никому больше из женщин в Верховном Совете такого не скажу и не говорил. Вы для меня самая красивая женщина в Верховном Совете Украины. Честное слово. Красивее вас нет. И шестого, и седьмого созыва. И шестого, и седьмого созыва, и пятого, и четвертого. И даже вот все вот эти вот девушки, которые появились в новом созыве. Поверьте мне, и в подметки вам не годятся. Я вам это говорю как большой ценитель женской красоты. Давайте начнем с института. Все-таки институт правовой политики и социальной защиты. Потому что вот правовая политика в нынешнем нашем государстве, как и социальная защита, это такие, по-моему, давно забытые понятия и термины. Вот, к сожалению, именно потому, что сегодня в послемайданной Украине это все больше становится такими абсолютно забытыми атовизмами, я создала институт, целью которого является вернуть страну в правовое русло. И основная, в общем-то, наша задача на сегодняшний день и цель – это помощь людям, пострадавшим от АТО. Потому что вы знаете, что сегодня, в принципе, очень много помогают, ну, по мере возможности, во всяком случае, и киевляне, и просто неравнодушные люди. Они помогают переселенцам, которые выехали из зоны АТО и находятся на территории Центральной, Западной Украины. А тех, кто остался там, мирных жителей, фактически бросили на произвол судьбы. Государство сегодня не платит им ни пенсии, ни социальные выплаты. Полностью заблокирована банковская финансовая система. То есть натуральный финансовый геноцид. И вот наш институт занимается как раз защитой прав этих граждан, которые остались там. И в первую очередь социально незащищенных категорий. Это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, мамочки с детками по уходу за малолетними детками, афганцы, чернобыльцы и целая категория лиц. И вот, вы знаете, могу там с гордостью большой уже сказать о первой победе, что наш институт сопровождал, обеспечил юридическое сопровождение иска 12 жителей Луганска, которые не могли выехать из зоны АТО, об отмене вот этого постановления правительства, которым замораживались социальные выплаты. И в принципе суд вынес беспрецедентное решение. Окружно адвенцит города Киева, кстати, пользуясь случаем, огромное спасибо коллеге судей неравнодушных. Просто порядочных, которые вот сохранили человечность. Он вынес решение и отменил постановление правительства. То есть обязал их... Да. А знаете, что случилось? 11 февраля вынесли решение. Это опять-таки к стране правовой нашей, демократической, европейской. 11 февраля выносят в суде решение. 16 февраля там проводят обыск, причем такой СБУ. Это тот суд, который сейчас хотят посадить? И тут же министр... Нет-нет-нет, те, которые хотят посадить, это другие судьи, это Печерские. Но по этому суду министр юстиции, внимание, у нас как бы суд, напоминаю, независимая ветвь власти должна быть. Министр юстиции публично выступает, Петренко, друг нашего Сени, премьера, выступал и заявил открыто, просто открыто угроза судям, что если они посмеют выносить подобные решения, он просто уволит весь этот суд и распустит его. Вот такое вот европейское торжество демократии. Я хочу напомнить, что были подписаны Минские соглашения, и один из пунктов Минских соглашений четко фиксирует обязательство официального Киева снять экономическую блокаду Донбасса, возобновить выплату пенсии, соц. всех выплат и так далее. Может, в Киеве просто думают, что если у них есть автоматы, то они как-то сами могут все заработать? Ну, там не у всех, во-первых, есть автоматы, для начала. Ну, по слухам, там же автомат стоит уже 2 бутылки водки и плюс там... Ну, серьезно. Уровень сенсамолин. В Киеве, кстати, он стоит столько же. Я не хочу вас огорчать. В Киеве подороже, мы узнавали. Ну, 100 долларов я узнала. Долларов, киви, а сама? Ну, мне скажите потом, где можно купить. Я вам дам адресочки, все в соцсетях. Так вот, Кабмин, кстати, обжаловал это решение буквально на днях. Поэтому я думаю, что выполнять Минские соглашения и признавать украинцев, которые живут на этой территории украинцами, люди реально работали всю жизнь, пенсионеры, на то, чтобы получать пенсии. А премьер наш решил, что... Но нам же с 2004 года рассказывают о том, что в Донецке и, в принципе, в Донбассе живут не люди. Люди второго сорта, да. Но я хочу вам напомнить, что когда Яценюк стал премьером, он тут же начал раздавать направо и налево интервью западным медиа и прессе. И он себе просто позволил высказывания, назвав жителей Донбасса subhumans, то есть недочеловеки. Сегодня даже нет возможности выехать, оформить пенсию на другую территорию, потому что, вы знаете, пропускная система, ну, такого вообще не может быть априори. Это гетто у нас натуральное. В 21 веке в европейской стране я себе плохо представляю, где создается гетто, и публично официальные лица первые себе позволяют высказывания. Давайте обнесем колючей проволокой. Я смотрю периодически видеоблог Смирнова, это продюсер известный, московский, да, телевизионный, который собрал группу, которая называется «Ангелы», и там двумя маршрутками, двумя микроавтобусами развозит дедушкам, бабушкам, детям помощь. И можно было бы, конечно, считать это какой-то московской пропагандой, но в прошлой поездке с ним был Виталий Лейбин, которого я очень хорошо знаю, это известный московский журналист, главный редактор «Русского репортера», в свое время, возможно, и сейчас, я не знаю, как сейчас складывается его профессиональная жизнь, но вот просто зная Виталия как глубоко порядочного человека, я не сомневаюсь, что там происходит именно то, что показывают. А что происходит здесь? Что происходит с членами партии регионов? Что происходит с репрессиями? Почему в последнее время участились странные смерти тех людей, которые… На самом деле, семь самоубийств. Такая тенденция пугающая, на самом деле. Ну, честно говоря, я, в принципе, если подходить с точки зрения социологии к этим самоубийствам, то я сомневаюсь, что семь членов партии регионов в течение одного короткого времени могли застрелиться самостоятельно или повеситься, или выброситься в окна. Я, если честно, тоже. Более того, мы все помним 2005 год, как только та же команда пришла к власти, Кравченко два раза сам застрелился с контрольным в голову Кирпа, поэтому тенденция налицо. В прошлом году это была Валентина Семенюк, и сейчас за три недели семь человек. А чем они мешают? И назначил следующий термин, следующую встречу, да, там, обязался выполнять все эти назначения и рекомендации, был полон планов, и потом решил… А потом стучился в подвал, в спортзал в подвале и застрелился, да? Да, как бы очень это все выглядит сомнительно, мягко говоря. Я так понимаю, что бывшие члены партии регионов не ограничены в передвижении по стране, по миру даже? Ну, не все, нельзя, конечно же, всех мерить. Ну, Ефремов ограничен. Ефремов, ну, недавно вы наверняка тоже видели в ленте новостей, ряду бывших депутатов, экс-нардепов от партии регионов тоже вынесено заочное решение, они объявлены в розыск, соответственно, их возможности передвигаться ограничены. Те, которые здесь, в Украине? Те, которые в Украине, да, Пинчук и компания, несколько других. Один депутат от КПУ и четверо депутатов от партии регионов. Плюс было до этого возбуждено уголовное дело по Коле Левченко. Более того, тот же Пиклушенко, он постоянно ходил на допросы, он лично присутствовал в суде и слушал все показания свидетельские, комментировал их, никуда не прятался. И, в общем-то, у человека была возможность в любой момент выехать. Может ли это быть не местью, а скорее подготовкой к выборам? То есть на фоне социального занепада, социального упадка, да, для меня, например, очевидно, что произойдет, на следующих выборах произойдет ровно то, что произошло на выборах 2007 года. У меня тоже, если честно. То есть, когда в 2004 году пришел Виктор Андреевич Ющенко, пообещал золотые горы. Золотые горы оказались только для избранных, да, социальный уровень резко упал. После этого зашла партия регионов, которую до этого три года все чмырили, как только могли, и зашла на, если не ошибаюсь, 60 процентами, да, там. Ну, была сумасшедшаяся. Очень высокая была. 187 депутатов. И зашли очень высоким процентом. Абсолютно очевидно, что на этих выборах произойдет та же история. Я с вами полностью согласна. Потому что после курса 40, ну, сейчас уже 22, сегодня на межбанке. Но это еще не конец. Да, да, люди, которые будут приходить и говорить, мы из правого сектора воюем за Украину, хотим стать депутатами, там будут креститься и говорить, да идите ради бога отсюда, дайте нам вот этого какого-нибудь бывшего регионала или оппозицию, вот, как новая партия, которая в парламенте. И мы будем голосовать за них. Ну, я с вами полностью согласна. На самом деле, это же не секрет, что репрессии — это лучший способ некомпетентной власти, непрофессиональной, отвлечь внимание людей от, собственно, того хаоса, к которому они привели страну. Поэтому тут несколько факторов, и можно обо всех из них говорить открыто. Первый — это, безусловно, общественное мнение перенаправить в обсуждение совершенно не связанных социально-экономической ситуацией в стране вопросов. Сам ли убился чечет, да, и так далее, и так далее. Это первая история. Вторая — это месседж откровенно давления и запугивания всем оппозиционным политикам, которые по-прежнему остались в стране и никуда не уехали, продолжают там так или иначе проявлять и заниматься своей политической деятельностью. Ну и третий фактор — это тот, о котором вы сказали. Это попытка зачистить политическое пространство вот таким вот буквальным способом. Но знаете, что самое ужасное, циничное и, ну, кощунственное на самом деле, когда некие депутаты Антонина Герасченко, даже не могу его мужчиной назвать, если честно, заявляют о том, что... Он не мужчина, он брелой гиппопотамчик и пупсик. Пупсик, да-да, конечно. Поэтому Антонина Герасченко, извините, да, заявил, что «О, прекрасно, в нашей стране появился новый позитивный момент». Люди начали самоубиваться, оппозиционные политики, поэтому это то чудесное, что могло случиться за этот год нашей власти. Это вообще, ну это уже просто... Не просто дно, это уже постучали снизу, и... Я сегодня пытался вспомнить, где был Герасченко, в принципе, до того, как он сейчас появился. И если его друг Аваков... Фигурантом по одному уголовному делу Саваковым он был. Понятно, если Саваковым было все понятно, он был харьковским оппозиционным политиком... Который жил в Италии, я извиняюсь. Да, в 2004 году он был губернатором, если не ошибаюсь, Харьковской области, он постоянно воевал с Кернисом. Ну, то есть, в принципе, Аваков ввел определенную политическую деятельность, да, к ним можно по-разному относиться. Он был то с Ющенко, то не с Ющенко, то бежал, то он дружил с одним олигархом, то с другим олигархом против первого олигарха. То есть, там бурная была деятельность, но, тем не менее, она была. Ну, как всегда, у любых друзей. А вот откуда взялся, собственно, господин Герасченко? А он всегда был, это тень Авакова, он никуда не исчезал, он всегда был с ним. Ну, такая тень, хочу вам сказать. Такая мощная. Немаленькая, да. Так там и можно спрятаться. Там, по-моему, тень страшнее, чем, в принципе, сам персонаж. А не факт, это же такая схемка классическая, злой, добрый. Потому что Аваков, например, вот самый страшный пост Авакова за последнее время, самый страшный пост, это о том, что он чистил туфли и вспомнил Путина, и испачкался гуталином. Когда гуталином, я думаю, что Обаму более реально вспомнить. Игорь Герасченко, это пост о том, что он собирается садить людей, которые выходят на проплаченные, как говорится, митинги. Не просто пост, это законопроект. Да, он собирается подать законопроект. Нет, он его уже подал. Уже подал даже. Это законопроект о том, что за критику власти, за митинги, пять лет. Так, ни много, ни мало. После этого, через неделю после этого, в эфире одного из каналов, 112-го канала, он заявил, что люди, которые вышли в Константиновке на митинг из-за того, что военные задавили, просто переехали бронетранспортером ребенка, и люди вышли протестовать, поэтому, ну как протестовать, вышли сказать, что кто-то ж все-таки мудак по этому поводу. И Герасченко сказал в эфире канала, что в этих людей будут стрелять, и что есть разрешение стрелять без предупреждения. Да, что он дал лично, и Аваков завизировал, подписал приказ милиции стрелять на поражение без предупреждения. Там должно было быть написано, я министр внутренних дел Аваков, дал милиции разрешение стрелять на поражение, но хочу заметить, что это не Беркут, это наша честная, порядочная милиция. Европейская, прогрузинская. У которой на машинах новые наклейки, новые шашечки. С флагом Евросоюза, да. Да, собственно, это и все, что изменилось. Ожидается какой-то, в принципе, переформат партии регионов? Ну вы же видите, этот процесс, в общем-то, происходит у вас на глазах. То есть часть партии объединилась, остатки партии объединились в оппозиционный блок. Я так понимаю, что они сейчас усиленно готовятся к будущим предстоящим местным выборам. И, кстати, скоропостижные самоубийства бывших членов партии регионов, в том числе, могут быть связаны и с подготовкой к местным выборам. Потому что у партии регионов, кто бы что ни говорил, это то, что нас всегда отличало, очень мощная политическая система на местах отработана. То есть ячейки, партийные организации, районные, это то, что нас всегда отличало. Большая дисциплина и огромное количество идейно заряженных людей, которые искренне поддерживали принципы, заложенные в уставе. Не то, что было, да, а именно то, что изначально предполагалось. И сегодня, как вы понимаете, лучший пиарщик бывшей партии региона, это наше правительство. Спасибо им большое. Пусть продолжает в том же духе. А худший пиарщик, который Канцуздорович Янукович. А худший, да, безусловно. Скажите, а были вообще к вашей партии какие-то претензии, кроме Януковича и Азарова? Ну, то есть именно претензия Януковича и претензия Азарова. Даже не Азарова, а Янукович и младореформаторы, так называемые. То есть это Захарченко, Арбузов, то есть вот эта вся команда, которая зашла за сыном Януковича. Ну, я вам могу сказать, что отличает до сих пор, кстати говоря, партию регионов от всех остальных наших балаболов во власти. Это то, что мы никогда публично не выносили свои конфликты. Но внутренние конфликты были, поверьте мне, зашкаливающие. Часто даже что-то просачивалось из разговоров, обрывков фраз. Какие были жаркие дискуссии. Поверьте, на каких тонах разговаривали со всеми у нас на фракции. Как Ефремов садил Ландика, сына Ландика в тюрьму. Ну, это даже не... Они все знают этот конфликт, но это абсолютная частность. Но как министра вызывали на коверы, на фракции, какие там звучали, на каких тонах, это даже не формат сейчас повторять в вашей программе. Поэтому в партии всегда была внутренняя оппозиция. Вы знаете, даже вот, кстати, маленький пример. Ну, окей, это очень как бы сложно, но я простым доступным языком объясню. Был законопроект, который о трансферном ценообразовании, который перекрывал кислород олигархам. Никто из партий регионов за него не голосовал, чтобы было понятно, потому что его лоббировал активно Арбузов, да. Зато голосовала Свобода. И при этом Свобода, я даже знаю, почему она голосовала. Это было очень мотивировано, скажем так, корректно. Как в свое время Челенко сказал и высказал несколько претензий, и не скрывая, написал несколько материалов в том, что Свободу финансировал Клюев и там чуть ли не Севкович лично передавал чемоданы с деньгами. Ну, я не могу, я юрист, как бы, я без доказательной обвинения никогда не делаю. Нет, я говорю о том, что было написано в Фейсбуке у одного журналиста. Но я знаю точно, что Свободовцы подходили к нашим депутатам, партии региона, провластного большинства и говорили, ребята, а вам там, если что-то в налоговой надо решить, троллили их откровенно, вы обращайтесь, мы там за небольшую комиссию вам поможем, потому что наши депутаты не могли попасть к министру, а Свобода прекрасно решала все свои вопросы. Это как раз, то есть достаточно посмотреть реальные голосования, практически всегда партия регионов срывала ключевые, ну, все помнят, да, ключевые голосования, когда приезжал лично Арбузов и пытался переломить, заставить, надавить, и партия регионов не голосовала, а тогдашняя оппозиция, сегодняшние наши честные европейцы, все как один под козырек и потом в офисе забирали благодарность. Есть прекрасное видео, где Арсений Петрович Цынюк, нынешний премьер, высказывает Азарову огромную благодарность по поводу того, что он вот является взверцем... ...авторитетом для него. Шановне Марков Леонидович, дорогие друзья, шановне мне задали запитание фурналісты про те, кто для вас есть национальным авторитетом для меня. На превеликий жаль, я долго думал, но четкого национального авторитета Михаїна, так, потому что я не выяснил, а я думаю, что у меня есть личный авторитет для себя. Я вам этого никогда не сказал, но еще далекий, там, 90-х годов, это был кинец 90-х годов, когда я Азарову, если бы в директорную подачу просто администрацию, уже с тех времен, что у меня начался формироваться образ правильной директорной человек. Он у меня, безусловно, связывается исключительно за тем призвищем. Я не хочу никого, ни в каком случае, применщить или применщить, но это призвищение, это мы полагаем. Николай, вы, это человек, я не понимала, о комиссии, для правильного конкурса. Я вам с тобой утвердю, я не хочу тут много говорить, но я бы хотел, чтобы мое 60-х годов было в детстве. Я, честно говоря, считаю, вот мое предположение, что вся система, которая была выстроена в партии регионов, рухнула после того, как, уже ж можно называть Федоровичем, когда после того, как Федорович сдал Яновича, после того, как Янукович отправил в отставку Азарова по требованию оппозиции, якобы, по требованию оппозиции, вот это было начало конкурса, я с вами согласен. То есть в тот момент, когда все перестали верить в Януковича. А есть какой-то у партийцев, смотрите, во-первых, я не слышал заявления Януковича по поводу гибели, гибели самоубийств своих однопартийцев. Я нигде не читал его сожалений, сочувствия родственникам и всем остальным. И, в принципе, он как-то с партией не контактирует. И, возможно, я ошибаюсь. Он общается с кем-то? Кто-то из партии с ним общается? Я с ним не общалась никогда, он был при власти, ни тем более, поверьте, сейчас желания нет. Думаю, вряд ли, но этот вопрос надо адресовать к нему. Но в его же интересах, мне кажется, это общение ограничить. Еще полгода таких реформ, вот сейчас 1 апреля опять тарифы повышают, замороживание, зарплат пенсии и так далее. Я думаю, что этот вот Майдан, на минимум 60% соберутся, станут на коленях и просто со слезами на глазах будут умолять, прости нас, Азара, вернусь. Но Азара, видимо, это чувствует, поэтому и появился в Фейсбуке в последнее время. Кстати, вот он, Николай Янович, каждый такой случай, он обязательно комментирует, он высказывал соболезнования коллегам, и он на самом деле, ну я его знаю достаточно неплохо, очень человечный, порядочный человек, и он, автология, сори, но это факт, и он искренне переживает, глядя на то, что сегодня происходит в стране. А Виктор Федорович не переживает. У нас есть видео, звонит ли Виктор Федорович Нестору Шуфричу. Сомневаюсь. Ну, в общем-то, Нестор Шуфрич выразил коллективное мнение партии регионов Виктора Федоровича. Я видел слезы на глазах у Мирошниченко, после того, как сбежал Виктор Федорович на канале 1плюс1. Я вот, и я помню, это канал 1плюс1 показывал Майдан, показывал жертвы Майдана, и Мирошниченко стоял, плакал горькими слезами по этому поводу. И я вот смотрел это видео и понимал, что Мирошниченко вообще не жалеет этих людей. Ну, то есть, каждый, кто захотел взять и пойти под пули, взял и пошел под пули. Это выбор каждого мужчины, каждой женщины, которая была на Майдане. Мирошниченко плакал из-за того, что он в тот момент понял, что Виктор Федорович Янкович бросил всех. Вообще, что он бросил партию, бросил... Он просто-просто исчез. И оказался совсем не тем папиком, папочкой, отцом народным и тем царем, которого из себя горчил. Батя, мне сложно комментировать слезы Мирошниченко, но, в принципе, плачущий публично мужчина, вызывает абсолютно определенные эмоции, и они далеки от позитивных, скажем так. Вас преследует нынешняя власть? Вам поступали какие-то угрозы? Как вы вообще чувствуете себя в этой стране? К сожалению, постоянно. На самом деле, в этой стране сегодня объективно защищенным и в безопасности себя не может чувствовать никто, независимо от политических взглядов. Но, безусловно, людям, которые активно пытаются донести свое несогласие с действиями нынешней власти, они находятся в большем радиусе слежения и под большей угрозой. Поэтому, на самом деле, еще во время Майдана, вы помните, все наши телефоны, адреса были выброшены в сеть с угрозами, с призывами всю семью вырезать. И, ну, в общем-то, расчеловечивание началось уже тогда. Поэтому, конечно, ко мне тоже приезжали с автоматами. К счастью, у меня не было. Приезжали в квартиру. А царев, я помню, выставил своих автоматчиков. К нему приехал автомайдан. А там пять автоматчиков. И все так растерялись. У меня такой возможности нет. К счастью, у меня не было. Но там были мои друзья с маленькими детьми. И детей закрыли в туалете. Избивали отца в это время. Маму связали. Это не был даже грабеж. Они пытались меня где-то найти. Пытались выбить информацию, где я нахожусь. А зачем вы им нужны были? Вот у меня тоже такой вопрос. Я не знаю. То есть это была такая охота на всех? В тот момент, да. Потому что это была такая эйфория послереволюционная. И они думали, что так будет всегда, что это вот навсегда. Не знаю, честно. Мне сложно сказать. Кстати, не было ни ограблений, ничего. Но вот доставили такие массу эмоций неприятных. Веселились как могли, в общем, граждане. Скажите, вам не кажется, что вина за Майдан, за нынешний социальный упадок и за силу, мощь радикальных каких-то сил виновата в первую очередь и социальная политика вашей партии? То есть я давным-давно заметил, возможно, я не прав, что чем лучше живется в стране, тем скучнее людям и тем сильнее им хочется выйти на площадь и помахать какой-нибудь палкой и каким-нибудь флагом. Расслабились. И в странах, в которых, в принципе, нечего кушать, и человек живет мыслью о том, где ему взять бутылку молока или там, как в Ирландии в свое время, поесть, не было же голодных бунтов таких в Ирландии, когда им нечего было есть. То есть ирландская повстанческая армия началась уже тогда, когда появились деньги, когда все отъелись. Та же история касается и других сепаратистов, там Басков, например. И сейчас в Испании очень хорошо живется, теперь Каталония пытается тоже куда-то отделиться. В Шотландии опять-таки. знаете, очень хороший, я вчера придумал хороший способ, как обсуждать сепаратизм в Украине. Например? Вот если мы с вами будем обсуждать сепаратизм, как на фоне ДНР и ЛНР, то, конечно же, там у всех появятся к нам вопросы, а что это, вы сепаратисты или не сепаратисты. А если каталонцы... А так мы можем сесть и обсуждать Басков. Вот, например, Франция – это Россия, а Испания – это Украина, а Баски – это ЛНР и ДНР. Мы назовем Басков БНР. И я вас буду спрашивать, как вы относитесь к появлению БНР и к позиции Испании в отношении БНР, и что Испания заблокировала все счета? Например, если бы. А вы мне будете отвечать. Или, например, как вы относитесь к тому, что официальный Лондон накануне референдума в Шотландии выслал туда грады, гаубицы и просто начал расстреливать мирные кварталы? И ни у кого же не будет нам никаких претензий, мы спокойно обсудим все это. Мы умеем обходить законы. Я журналист, вы народный депутат. Я юрист. Руководитель, да. Я тоже жила долго в этой стране. А все-таки не виновата ли социальная политика? Словами Оруэлла люди никогда не восстают сами по себе. Более того, они даже не знают, что они плохо или хорошо живут, пока им об этом не скажут. Вот вам и ответ на самом деле. Потому что, ну для меня, например, совершенно очевидно, я молюсь, чтобы наступило прозрение как можно быстрее для той части Украины, которая поддержала Майдан. Я понимаю даже, что большинство людей искренне выходили, потому что им хотелось изменений в стране, потому что предела совершенства нет. И объективно нашу власть было за что критиковать. Это безусловно. И поверьте, у нас у самих внутри партии вопросов было не меньше. Это факт. И тут даже нечего скрывать. Но при всем при этом, я-то в отличие от них, например, я была первым замом комитета по вопросам евроинтеграции. Я соглашение об ассоциации читала, в отличие от них. Для меня было совершенно очевидно, к чему это приведет. Точно так же я читала требования МВФ. И когда мои друзья поддерживали Майдан, я им говорила, ребят, вы сейчас скачете, просто чтобы было понятно. Ну чтобы вы потом не говорили, что вас не предупреждают за повышение тарифов, повышение пенсионного возраста, за урезание всех соц.выплат, отменный льгот, замораживание зарплат. И, и, и. Потому что это не свалилось, как снег на голову. Это все было черным, по белому прописано в требованиях МВФ. И ничего нового сейчас или неожиданного не происходит. И все эти популисты, лидеры Майдана, которые выходили на площадь и обещали светлое европейское будущее, они откровенно лгали, потому что они, так же, как и я, прекрасно понимали, зачем они хотят получить эту власть, чем это закончится для людей. Это вот, по сути, ликвидационная комиссия, реально. Это богатая ликвидационная комиссия. Они, да, прогрузинская ликвидационная комиссия. То есть у нас же премьер-министр, президент, все вот замы министров. Это люди, которые уже себе, в принципе, сколотили определенное состояние. Да, они, в общем-то, и были. Майдан стоял за что? За то, чтобы во власти не было олигархов. У нас сегодня олигарх-губернатор, олигарх-президент, олигархи везде назначены по всей вертикали госаппарата, да? Они стояли за что? За европейские пенсии и зарплаты. Ситуация катастрофическая. За верховенство права, мусорная иллюстрация, люди в балаклавах, вооруженные грабежи. За безвизовый режим. Сегодня просто отменили, вы знаете, что сегодня ужесточили правила получения виз для украинцев. Больше, в абсолютно всех посоль. Я этим и занималась либерализацией. Вы теперь на 100 евро дороже? Думаю, на большем, к сожалению. Потому что, во-первых, большее количество документов нужно предоставить, а во-вторых, им практически всегда ставят отказ. Более того, дошло до того, что многих, кто чудом заплатив на 100 евро больше, получил эту долгожданную визу, просто разворачивают на пунктах пропуска таможенных в странах Евросоюза. Но я знаю, что с Польшей вот такая сложная ситуация. В Германии. И в Германии, да, то есть не стоит лезть в германский и сейчас получать. А у меня гречка закончилась. Испания вам ближе, я так понимаю, или какие-то эти направления. Ну, я через Венгрию предпочитаю ездить по большей части. Если коротко, кстати, можно сказать так. До Майдана был лозунг «Украинцы должны жить хорошо», во время, после Майдана, когда началась война, «Украинцы должны жить», а сейчас, после выполнения требований МВФ, просто «Украинцы должны». На этой оптимистической ноте будем прощаться с нашим гостем. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я очень рад. Да, спасибо. Ребята, а вдруг во время обнимания я найду в них то дупло, которое я не нашел в дереве? В гостях в «Люнкеншоу» сегодня депутат 6-го и 7-го созыва Верховной Рады и глава наблюдательного совета Института правовой политики и социальной защиты Ирина Бережна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я честно вам скажу, вот и потом, в будущем вы увидите, что я говорил правду, я никому больше из женщин в Верховном Совете такого не скажу и не говорил. Вы для меня самая красивая женщина в Верховном Совете Украины. Честное слово. Красивее вас нет. И 6-го и 7-го созыва И 6-го и 7-го созыва и 5-го и 4-го и даже вот все вот эти вот девушки, которые появились в новом созыве, поверьте мне, и в подметки вам не годятся. Я вам это говорю как большой ценитель женской красоты. Спасибо. Давайте начнем с Института. Все-таки Институт правовой политики и социальной защиты, потому что вот правовая политика в нынешнем нашем государстве, как и социальная правового беспредела, да, как и социальная защита, это такие, по-моему, давно забытые понятия и термины, по сути. Вот, к сожалению, именно потому, что сегодня в послемайданной Украине это все больше становится такими абсолютно забытыми атовизмами, да, я создала институт, целью которого является вернуть страну в правовое русло. И основная, в общем-то, наша задача на сегодняшний день и цель это помощь людям, пострадавшим от АТО. потому что вы знаете, что сегодня в принципе очень много помогают, ну, по мере возможности во всяком случае и киевляне, и просто неравнодушные люди, они помогают переселенцам, которые выехали из зоны АТО и находятся на территории центральной, западной Украины, да, а тех, кто остался там, мирных жителей, фактически бросили на произвол судьбы. Государство сегодня не платит им ни пенсии, ни социальные выплаты, полностью заблокирована банковская финансовая система, то есть натуральный финансовый геноцид, и вот наш институт занимается как раз защитой прав этих граждан, которые остались там, и в первую очередь социально незащищенных категорий, это инвалиды, ветераны Великой Отечественной Вины, мамочки с детками по уходу за малолетними детками, афганцы, чернобыльцы и целая категория лиц. И вот, вы знаете, могу там с гордостью больше уже сказать о первой победе, что наш институт сопровождал, обеспечил юридическое сопровождение иска 12 жителей Луганска, которые не могли выехать из зоны АТО, об отмене вот этого постановления правительства, которым замораживали социальные выплаты. И в принципе, суд вынес беспрецедентное решение, окружно админсуд города Киева, кстати, пользуясь случаем, огромное спасибо коллеги судей неравнодушных, просто порядочных, которые вот сохранили человечность. Он вынес решение и отменил постановление правительства, то есть обязал их... Да, а знаете, что случилось? 11 февраля вынесли решение, это опять-таки к стране правовой нашей, демократической, европейской. 11 февраля выносят судей решение, 16 февраля там проводят обыск, причем такое СБУ... Да, 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 это тот суд. Те, которые хотят посадить, и тут же министр... Нет, 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 те, которые хотят посадить, это другие судьи, это Печерские, но по этому суду министр юстиции, внимание, у нас как бы суд, напоминаю, независимая ветвь власти должна быть, министр юстиции публично выступает... Павел Петренко. Петренко, друг нашего Сени, премьера, выступал и заявил открыто, просто открытая угроза судям, что если они посмеют выносить подобные решения, он просто уволит весь этот суд и распустит его. Вот такое вот европейское торжество демократии. Я хочу напомнить, что были подписаны Минские соглашения, и один из пунктов Минских соглашений четко фиксирует обязательство официального Киева снять экономическую блокаду Донбасса, возобновить выплату пенсии, соц. всех выплат и так далее. Может, в Киеве просто думают, что если у них есть автоматы, то они как-то сами могут все заработать. Ну, там не у всех, во-первых, есть автоматы, для начала. Там же автомат стоит уже две бутылки водки и плюс там... Ну, серьезно. Уровень сенсамолин. В Киеве, кстати, он стоит столько же. Я не хочу вас огорчать. В Киеве подороже, мы узнавали. Но 100 долларов, я узнавала. 100 долларов в Киеве, сама-то? Ну, мне скажите потом, где можно купить. Я вам дам адресочки, все в соцсетях. Так вот, Кабмин, кстати, обжаловал это решение буквально на днях. Поэтому я думаю, что выполнять Минские соглашения и признавать украинцев, которые живут на этой территории украинцами, люди реально работали всю жизнь, пенсионеры, на то, чтобы получать пенсии. А премьер наш решил, что... Но нам же с 2004 года рассказывают о том, что в Донецке и в принципе в Донбассе живут не люди. Но я хочу вам напомнить, что когда Яценюк стал премьером, он тут же начал раздавать направо и налево интервью западным медиа и прессе. И он себе просто позволил высказывания, назвав жителей Донбасса subhumans, то есть недочеловеки. Сегодня даже нет возможности выехать, оформить пенсию на другую территорию, потому что, вы знаете, пропускная система, ну такого вообще не может быть априори. Это гетто натуральное. В 21 веке в европейской стране я себе плохо представляю, где создается гетто и публично-официальные лица первые себе позволяют высказывания. Давайте обнесем колючей проволокой. Я смотрю периодически видеоблог Смирнова, это продюсер известный московский, телевизионный, который собрал группу, которая называется «Ангелы», и там двумя маршрутками, двумя микроавтобусами развозит дедушкам, бабушкам, детям помощь. И можно было бы, конечно, считать это какой-то московской пропагандой, но в прошлой поездке с ним был Виталий Лейбин, которого я очень хорошо знаю, это известный московский журналист, главный редактор русского репортера, в свое время, возможно, и сейчас, я не знаю, как сейчас складывается его профессиональная жизнь, но вот просто зная Виталия как глубоко порядочного человека, я не сомневаюсь, что там происходит именно то, что показывают. А что происходит здесь? Очень я люблю начинать люмпин-шоу историями про драки и конфликты. Самый громкий конфликт этой недели, это, конечно же, история между губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским и журналистом Радио Свобода Андрушко. Хотя знающие люди утверждают, что Андрушко просто оказался заложником ситуации и попал под горячую руку, а должно было прилететь по полной программе депутату и бывшему журналисту Сергею Лещенко. О чем конфликт? О бизнесе. Рассказывать, кто там прав и кто виноват абсолютно бессмысленно, потому что мы не видели ни одного документа, а речь идет о нефтяной компании, поэтому вряд ли и увидим эти документы. Но вот сам скандал случился из-за того, что Коломойский, ну то есть как скандал, там не скандал, это был вообще не скандал, просто в ответ на вопрос губернатор форматом и гонором начал вбивать журналистов в землю. В сети полным-полно видео с этой встречи, поэтому мы покажем вам только наши варианты, а остальные варианты вы, если захотите, посмотрите сами в сети. Господин Толомойский, Радио Свобода, скажи, пожалуйста, что может быть глава областной администрации в ночи? Ну, с тобой хочет увидеться. Другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свобода. Увел ее из клуба, теперь пора спешить, в багажнике прохладно, прошу меня простить, Джигит украл тебя, это причина веская. Что ты замолчал, а? Ты решила идти по краю, непослушная ты совсем, и как будто со мной играешь. Что ты замолчал, а? Я не боковская проститута. Губернатора, конечно же, наказали за такое поведение и пожурили очень сильно. Депутаты Лещенко и Наем потребовали его увольнения с поста губернатора. Министр информации Юрий Стэц топнул ногой и сказал, что журналиста защитят, а президент Украины вынес Коломойскому выговор. Ужасно. Один из самых богатых людей Украины получил выговор от самого президента. Это знаете, что означает? Это означает, что в будущем он вряд ли сможет устроиться работать на хорошую работу и вряд ли сможет получать хорошую зарплату. Это люмпель шоу, ребят. На втором месте скандал с пропажей священного для каждого украинца артефакта. Секретарь Комитета Верховного Совета Украины по вопросам противодействия и предотвращения коррупции некий Дмитрий Добродомов обратился в Генеральную прокуратуру с запросом, в котором попросил сообщить ему, где в данный момент находится золотой батон. Тот самый золотой батон из Межигория, который лежал на столе у Януковича. В Генпрокуратуре Добродомову ответили коротко «не знаем», то есть батон пропал, исчез. Так как сам он испариться не мог, то логично предположить, что его украли. Это, конечно, только в Украине возможно. Сначала показали, как крал Янукович, конфисковали у него краденое, отнесли в прокуратуру и там украли еще раз. Ребята, если вдруг вам придется попасть в прокуратуру, не дай бог, не берите с собой ценные вещи. Украдут. В одном из прошлых выпусков «Люмпеншоу» мы вывели на чистую воду одного инопланетянина. Я напомню эту историю. Мы обнаружили, что один из министров правительства Яценюка имеет внеземное происхождение. Прямо сейчас, ребята, я хочу познакомить вас с украинским министром из новеньких. Это Игорь Шевченко, министр экологии. У этого парня есть хобби. Он ездит по миру и фотографируется со звездами. Пинг, Иоанн Павел II, Брэнсон, Коэльо, Ван Дамм, Саакашвили и куча других авторитетных людей из мира моды, бизнеса и религии. Отличный парень, со всеми дружит. Закончил Гарвард и Ель, как он говорит. Но мы тут присмотрелись и обнаружили, что он реальный инопланетянин. Настоящий, ребята. Со всех его фотографий мы собрали его лица и заметили одну впечатляющую деталь. У этого человека всегда одно и то же выражение лица и оно никогда ни на секунду не меняется. Ребята, оказалось, что министр экологии Шевченко не просто инопланетянин, а инопланетянин древесного происхождения, как Грут из известного фильма. И это очень легко доказать. Министерство экологии и природных ресурсов Украины проводит акцию «Обними дерево». По словам министра, деревья, как и люди, любят, когда их обнимают. Далее министр на своем сайте написал целую инструкцию, как правильно обнимать дерево. По пунктам. Первое. Придите в лес. Ну, логично. Второе. Ощутите разные структуры коры пальцами ваших рук. Пальцами чужих рук не считается. Третье. Почувствуйте запах разных деревьев. Четвертое. Посмотрите вверх на ветвящиеся ветви и вберите в себя их энергию. Шестое. То есть, должно быть пятый пункт, должен быть пятый пункт, но, видимо, от восторга он пропущен. Сразу шестой. Найдите классное дерево, которое отвечает вашему настроению. Вы сами узнаете, какое именно дерево именно для вас. И последнее. Обнимите дерево своими руками, мягко прижимая вашу щеку к стволу, так, чтобы не поцарапать лицо. Сдавите сильно, вдохните глубоко. Станьте одним целым с вашим деревом. Мне интересно, почему здесь нет пункта о том, что мне делать, если я вдруг обнаружу в дереве дупло. Серьезно. После такой инструкции реально не остается ничего другого, кроме как одрючить как следует эту развратную елочку. Вдогонку, помощник министра экологии у себя в фейсбуке написал, что после обнимания деревьев можно будет обнять кого-то из советников министра. И, может быть, даже самого министра. С партией регионов что происходит с репрессиями? Почему в последнее время участились страны смерти вот тех людей, которые... За три недели семь самоубийств. Такая тенденция пугающая на самом деле. Ну, честно говоря, я в принципе, если подходить с точки зрения социологии к этим самоубийствам, то я сомневаюсь, что семь членов партии регионов в течение одного короткого времени могли застрелиться самостоятельно или повеситься, или выброситься в окна. Я, если честно, тоже. Более того, мы все помним 2005 год, как только та же команда пришла к власти. Кравченко два раза сам застрелился с контрольным голову Кирпа. Поэтому тенденция налицо. В прошлом году это была Валентина Семенюк, и сейчас за три недели семь человек. А чему они мешают? Я считаю, что это что у меня тоже, в общем-то, большой вопрос, что они сделали это самостоятельно. Более того, например, смерть Пеклушенко, бывшего губернатора Запорожской области, вызывает, по-моему, наибольшее количество вопросов, потому что я себе плохо представляю, что человек, который решил покончить жизнь самоубийством, в этот же день утром пошел к доктору, проверил кардиограмму, получил все предназначения, предписания и назначил следующий термин, следующую встречу, да, обязался выполнять все эти назначения и рекомендации, был полон планов и потом решил... А потом спустился в подвал, в спортзал в подвале и застрелился, да? Да, как бы очень это все выглядит сомнительно, мягко говоря. Я так понимаю, что бывшие члены партии регионов не ограничены в передвижении по стране, по миру даже? Ну, не все, нельзя, конечно же, всех мерить. Ну, Ефремов ограничен. Ефремов, ну, недавно, вы наверняка, тоже видели в ленте новостей, ряду бывших депутатов, экс-нардепов от партии регионов тоже вынесено заочное решение, они объявлены в розыск, соответственно, их возможности передвигаться ограничены. Те, которые здесь, в Украине? Те, которые в Украине, да, Пинчук и компания, несколько других, один депутат от КПУ и четверо депутатов от партии регионов. Плюс было до этого возбуждено уголовное дело по Коле Левченко. Более того, тот же Пиклушенко, он постоянно ходил на допросы, он лично присутствовал в суде и слушал все показания свидетельские, комментировал их, никуда не прятался. И, в общем-то, у человека была возможность в любой момент выехать. Может ли это быть не местью, а скорее подготовкой к выборам? То есть, на фоне социального занепада, социального упадка, да, для меня, например, очевидно, что произойдет, на следующих выборах произойдет ровно то, что произошло на выборах 2007 года. Для меня тоже. Вот. То есть, когда в 2004 году пришел Виктор Андреевич Ющенко, пообещал золотые горы, золотые горы оказались только для избранных, да, социальный уровень резко упал, вот, после этого зашла партия регионов, которую до этого три года все чмырили, как только могли, и зашла на, если не ошибаюсь, 60-ю процентами, да, была сумасшедшаяся. Очень высокая была. 187 депутатов. Зашли очень высоким процентом. Абсолютно очевидно, что на этих выборах произойдет та же история. Я с вами полностью согласна. Потому что после курса 40, но сейчас уже 22, сегодня на межбанке. Но это еще не конец. Да, да. Люди, которые будут приходить и говорить, мы из правого сектора воюем за Украину, хотим стать депутатами, там будут креститься и говорить, да идите ради бога отсюда, дайте нам вот этого какого-нибудь бывшего регионала или оппозицию, вот как новая партия, которая в парламенте. И мы будем голосовать за них. Но я с вами полностью согласна. На самом деле, это же не секрет, что репрессии это лучший способ некомпетентной власти, непрофессиональной, отвлечь внимание людей от собственно того хаоса, к которому они привели страну. Поэтому тут несколько факторов и можно обо всех из них говорить открыто. Первое, это безусловно, общественное мнение перенаправить в обсуждение совершенно не связанных социально-экономической ситуации в стране вопросов. Сам ли убился чечетов, да, и так далее, и так далее. Это первая история. Вторая, это месседж откровенно давления и запугивания всем оппозиционным политикам, которые по-прежнему остались в стране и никуда не уехали, продолжают там так или иначе проявлять, заниматься своей политической деятельностью. Ну и третий фактор, это тот, о котором вы сказали, это попытка зачистить политическое пространство вот таким вот буквальным способом. Ну знаете, что самое ужасное, циничное и, ну, кощунственное на самом деле, когда некие депутаты Антонина Герасченко, даже не могу его мужчиной назвать, если честно, заявляет о том, что... Он не мужчина, он при его гиппопотамчик и пупсик, это же все. Да, 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 поэтому Антонина Герасченко и Зарян Шкиряк, да. Значит, заявил, что о, прекрасно, в нашей стране появился новый позитивный момент. Люди начали самоубиваться, оппозиционные политики, поэтому это то чудесное, что могло случиться за этот год нашей власти. Это вообще, но это уже не просто дно, это уже постучали снизу и нет других слов. Я сегодня пытался вспомнить, где был Герасченко в принципе до того, как он сейчас появился. И если его друг Аваков... Фигурантом по одному уголовному делу Саваковым был. Понятно, если Саваковым было все понятно, он был харьковским оппозиционным политиком... Который жил в Италии, я зимаюсь. Да, в 2004 году он был губернатором, если не ошибаюсь, Харьковской области, он постоянно воевал с Кернисом. Ну, то есть, в принципе, Аваков ввел определенную политическую деятельность, к ней можно по-разному относиться. Он был то с Ющенко, то не с Ющенко, то бежал, то он дружил с одним олигархом, то с другим олигархом против первого олигарха. То есть, там бурная была деятельность, но тем не менее, она была. А вот откуда взялся, собственно, господин Герасченко? А он всегда был. Это тень Авакова, он никуда не исчезал. Он всегда был с ним. Ну, такая тень, хочу вам сказать. Такая, да, мощная. Немаленькая, да. Так там можно спрятаться. Там, по-моему, тень страшнее, чем, в принципе, сам персонаж. А не факт. Это же такая схемка, классическая зло. которая была выстроена в партии регионов, рухнула после того, как, уже ж можно называть Федоровичем, когда после того, как Федорович Янукович отправил в отставку Азарова по требованию оппозиции, якобы, по требованию оппозиции. Это было начало конца. Я с вами согласен. То есть в тот момент, когда знали, все перестали верить в Януковича. А есть какой-то у партийцев, смотрите, во-первых, я не слышал заявления Януковича по поводу гибели, гибели самоубийств своих однопартийцев. Я нигде не читал его сожалений, сочувствия родственникам и всему остальному. И, в принципе, он как-то с партией не контактирует. И, возможно, я ошибаюсь. Он общается с кем-то? Кто-то из партии с ним общается? Понятия не имею. Я с ним не общалась никогда, он был при власти, ни тем более, поверьте, сейчас желания нет. Думаю, вряд ли, но этот вопрос надо адресовать к нему. Но в его же интересах, мне кажется, это общение ограничить. Еще полгода таких реформ. Вот сейчас, 1 апреля, опять тарифы повышают, замороживание, зарплат пенсии и так далее. Я думаю, что этот вот Майдан, но минимум 60% соберутся, станут на коленях и просто со слезами на глазах будут умолять «Прости нас, Азара, Бернись!» Азара, видимо, это чувствует, поэтому и появился в Фейсбуке в последнее время. Кстати, вот он, Николай Янович, каждый такой случай он обязательно комментирует, он высказывал соболезнования коллегам, и он на самом деле, ну я его знаю достаточно неплохо, очень человечный, порядочный человек, и он, тавтология, сори, но это факт, и он искренне переживает, глядя на то, что сегодня происходит в стране. А Виктор Федорович не переживает. У нас есть видео о том, звонит ли Виктор Федорович Нестору Шуфричу. Сомневаюсь. Виктор Федорович Нестор Шуфрич выразил коллективное мнение партии. Я видел слезы на глазах у Мирошниченко после того, как сбежал Виктор Федорович на канале 1 плюс 1. Я вот, я помню, канал 1 плюс 1 показывал Майдан, показывал жертвы Майдана, и Мирошниченко стоял, плакал горькими слезами по этому поводу. И я вот смотрел это видео и понимал, что Мирошниченко вообще не жалеет этих людей. Ну, то есть каждый, кто захотел взять и пойти под пулей, взял и пошел под пулей. Это выбор каждого мужчины, каждой женщины, которая была на Майдане. Мирошниченко плакал из-за того, что он в тот момент понял, что Виктор Федорович Янкович бросил всех. Вообще, он бросил партию, бросил, он просто, просто исчез. И оказался совсем не тем папиком, папочкой, отцом народным и тем царем, которого из себя кончил. Мне сложно комментировать слезами Мирошниченко, но в принципе плачущий публичный мужчина вызывает абсолютно определенные эмоции, и они далеки от позитивных, скажем так. Вас преследует нынешняя власть? Вам поступали какие-то угрозы? Как вы вообще чувствуете себя в этой стране? На самом деле в этой стране сегодня объективно защищенным и в безопасности себя не может чувствовать никто, независимо от политических взглядов. Но безусловно людям, которые активно пытаются донести свое несогласие с действиями нынешней власти, они находятся в большем радиусе слежения и под большей угрозой. Поэтому на самом деле еще во время Майдана, вы помните, все наши телефоны, адреса были выброшены в сеть с угрозами, с призывами всю семью вырезать и в общем-то расчеловечивание началось уже тогда. Поэтому, конечно, там мне тоже приезжали с автоматами, к счастью, меня не было. Приезжали в квартиру. Я помню, выставил своих автоматчиков, к нему приехал автоматчиков, а там пять автоматчиков, и все так растерялись. У меня такой возможности нет, к счастью, меня не было, но там были мои друзья с маленькими детьми, и детей закрыли в туалете, избивали отца в это время, маму связали. Это не был даже грабеж, они пытались меня где-то найти, пытались выбить информацию, где я нахожусь. А зачем вы им нужны были? Вот у меня тоже такой вопрос, я не знаю. То есть это была такая охота на всех? В тот момент да, потому что это была такая эйфория послереволюционная, и они думали, что так будет всегда, что это вот навсегда. Не знаю, честно, мне сложно сказать. Кстати, не было ни ограблений, ничего, но вот доставили такие массу эмоций неприятных. Веселились как могли, в общем, граждане. Скажите, вам не кажется, что вина за Майдан, за нынешние социальный упадок из-за сил, мощи, радикальных каких-то сил, виновата в первую очередь и социальная политика вашей партии. То есть я давным-давно заметил, возможно, я не прав, что чем лучше живется в стране, тем скучнее людям и тем сильнее им хочется выйти на площадь и помахать какой-нибудь палкой и каким-нибудь флагом. Расслабились. И в странах, в которых в принципе нечего кушать и человек живет мыслью о том, где ему взять бутылку молока или там как в Ирландии в свое время поездки. Не было же голодных бунтов таких в Ирландии, когда им нечего было есть. Ирландская повстанческая армия началась уже тогда, когда появились деньги, когда все отъелись. Та же история касается и других сепаратистов, там Басков, например. И сейчас в Испании очень хорошо живется, теперь Каталония пытается тоже куда-то отделиться. Шотландия это очень хорошо. Я вчера придумал хороший способ как обсуждать сепаратизм в Украине. Вот если мы с вами будем обсуждать сепаратизм как на фоне ДНР и ЛНР, то конечно же у всех появятся к нам вопросы там, а что это вы сепаратисты или не сепаратисты. А если каталонцы... А так мы можем обсуждать Басков. Вот например Франция это Россия, а Испания это Украина, а Баски это ЛНР и ДНР. Мы назовем Басков БНР. И я вас буду спрашивать, как вы относитесь к появлению БНР и к позиции Испании в отношении БНР и что Испания заблокировала все счета. Например, если бы... Например, вот самый страшный пост Авакова за последнее время самый страшный пост это то, что он чистил туфли и вспомнил Путина и испачкался гуталином. А самый страшный я думаю, что Обаму более реально вспомнить. А самый страшный пост Герасченко это пост о том, что он собирается садить людей, которые выходят на проплаченные, как говорится, Не просто пост, это законопроект. Да, он собирается подать законопроект. Нет, он его уже подал. Уже подал даже. Это законопроект о том, что за критику власти за митинги пять лет. А после этого, через неделю после этого в эфире одного из каналов, 112 канала, он заявил, что люди, которые вышли в Константиновке на митинг из-за того, что военные задавили, просто задавили, переехали бронетранспортером ребенка, и люди вышли протестовать, поэтому, ну как протестовать, вышли сказать, что кто-то ж все-таки мудак по этому поводу. И Герасченко сказал в эфире канала, что в этих людей будут стрелять. И что есть разрешение стрелять без предупреждения. Что он дал лично и Аваков завизировал, подписал приказ милиции стрелять на поражение без предупреждения. Там должно было быть написано, я министр внутренних дел Аваков, дал милиции разрешение стрелять на поражение, но хочу заметить, что это не Беркут. Это наша честная, порядочная милиция. Европейская. Европейская. Прогрузинская. У которой на машинах новые наклейки, новые шашечки. С флагом Евросоюза. С флагом Евросоюза. Это и все, что изменилось. Ожидается какой-то в принципе переформат партии регионов? Вы же видите, этот процесс в общем-то происходит у вас на глазах. То есть часть партии объединилась, остатки партии объединились в оппозиционный блок. Я так понимаю, что они сейчас усиленно готовятся к будущим предстоящим местным выборам. И, кстати, скоропостижные самоубийства бывших членов партии регионов в том числе могут быть связаны и с подготовкой к местным выборам. Потому что у партии регионов, кто бы что ни говорил, и это то, что нас всегда отличало, очень мощная политическая система на местах отработана. То есть ячейки, партийные организации, районные. Это то, что нас всегда отличало. Большая дисциплина и огромное количество идейно заряженных людей, которые искренне поддерживали принципы, заложенные в уставе. Не то, что было, а именно то, что изначально предполагалось. И сегодня, как вы понимаете, лучший пиарщик бывшей партии региона это наше правительство. Спасибо им большое. Пусть продолжает в том же духе. А худший пиарщик это Рикон Федорович и Янукович. А худший, да, безусловно. Скажите, а были вообще к вашей партии какие-то претензии кроме Януковича и Азарова? Ну, то есть именно претензии Януковича и претензии Азарова. Даже не Азарова, которая зашла за сынами. Ну, я вам могу сказать, что отличает до сих пор, кстати говоря, партию регионов от всех остальных наших балаболов во власти. Это то, что мы никогда публично не выносили свои конфликты. Но внутренние конфликты были, поверьте мне, зашкаливающие. Часто даже что-то просачивалось из разговоров, обрывков фраз. Какие были жаркие дискуссии. Поверьте, на каких тонах разговаривали со всеми у нас на фракции. Как Ефремов садил Ландика, сына Ландика в тюрьму. Ну, это даже не, это все знают этот конфликт, но это абсолютная частность. Но как министра вызывали на коверы, на фракции, какие там звучали, на каких тонах, это даже не формат сейчас повторять в вашей программе. Поэтому в партии всегда была внутренняя оппозиция. Вы знаете, даже вот, кстати, маленький пример. Ну, окей, это очень как бы сложно, но я простым доступным языком объясню. Был законопроект, который о трансферном ценообразовании, который перекрывал кислород олигархам. Никто из партий регионов за него не голосовал, чтобы было понятно, потому что его лоббировал активно Арбузов, да, зато голосовала Свобода. И при этом Свобода, я даже знаю, почему она голосовала, это было очень мотивировано, скажем так, корректно. Как в свое время Челенко сказал и высказал несколько претензий и не скрывая написал несколько материалов в том, что Свободу финансировал Клюев и там чуть ли не Севкович лично передавал чемоданы с деньгами. Ну, я не могу, я юрист, я без доказательной обвини. Я говорю о том, что было написано в Фейсбуке у одного журналиста. Я знаю точно, что Свободовцы подходили к нашим депутатам партии региона провластного большинства и говорили «Ребята, а вам там если что-то в налоговой надо решить, троллили их откровенно, вы обращайтесь, мы там за небольшую комиссию вам поможем». Потому что наши депутаты не могли попасть к министру, а Свобода прекрасно решала все свои вопросы. Это как раз достаточно посмотреть реальные голосования. Практически всегда партия регионов срывала ключевые, ну все помнят, да, ключевые голосования, когда приезжал лично Арбузов и пытался переломить, заставить, надавить, и партия регионов не голосовала, а тогдашняя оппозиция, сегодняшние наши честные европейцы, все как один под козырек и потом в офисе забирали благодарность. Есть прекрасное видео, где Арсений Петрович Ценек, нынешний премьер, высказывает Азарову огромную благодарность по поводу того, что он является взверцем. Авторитетом для него. Шановные Гортовы, дорогие друзья, еще давно мне задали запитание фурналисты про те, кто для вас есть национальным авторитетом для меня. На превеликий жаль, я долго думал, но четкого национального авторитета для Халины так помню, что я не выжил. Но я думаю, что у меня есть особенный авторитет, это все про себя. Я вам этого никогда не сказал, но еще в далекой, в 90-е годы, это был кинец 90-х годов, когда я Азарову, если бы в Державном податке с администрацией, уже с тех времен, Николай, у меня начался формироваться образ справедливый, и у меня безпосредственно все это выключено за таким призвищем. Я не хочу, что никакого, он неудяк, в мой подку, там, приличный, все примечный, но это призвищ, это не полотно. Вы, коллеги, вы, это людина, я не понимала, что убийство, для правильного отношения. Я вам скажу, не так, что я не хочу тут багажа открыть, но я бы хотел, чтобы мои 60-ти годы было в детстве. Я, честно говоря, считаю, вот мое предположение, что вся система